Уважаемые зрители, сегодня у нас в гостях психосоматический терапевт, клинический психолог, автор книг, доцент и автор курсов в Институте биодекодирования в Барселоне Мария Величко. Мария, здравствуйте. Здравствуйте. Мария, вы написали серию книг о психосоматике. Расскажите немного о каждой. Что такое психосоматика? Почему так важно обращать внимание на это? Ну, да, спасибо, что пригласили. Рада встретиться. В Москве я бываю нечасто. К сожалению. К сожалению, да. Ну, это замечательная возможность повидаться с читателями вживую, так как живут далеко. Психосоматика – это часть здорового образа жизни, неотъемлемая, без которой никак, никуда. Потому что мы, конечно, можем заботиться о теле, мы можем заботиться о месте, где мы живем, воздухе, в котором мы дышим. Это все очень важно. Но если мы не заботимся о том, как мы мыслим, как мы реагируем на окружающий мир и вообще на собственные даже мысли, как мы реагируем, потому что начинается наш мир изнутри. Мы есть мир уже, целая вселенная. Если мы вот с этим не знакомы, не работаем, то у нас будут соответствующие движения, наша энергия будет двигаться в каком-то направлении, в какой-то момент вызывать отклонения в здоровье. Если эти мысли не функциональны для нас, например. Ну, к примеру, мысли о том, что, например, все плохо, или мир катится неизвестно куда, или государство не заботится, или еще что-то. Если эти мысли не приносят никакой функционал, то есть ничего в нашей жизни после этого не меняется, то, скорее всего, они будут влиять на нас плохо. И психосоматика — это наука на стыке медицины и психологии. И для меня это еще и такая трансперсональная вещь. То есть это связь духовности и приземленности, так скажем. То, что у нас есть на земле. Ну, в хорошем смысле приземленности. Материальности нашей жизни и духовности. Вот как они вместе соединяются, как переходит духовность, как переходит наше начало духовное в наши мысли, в наши эмоции, и потом уже в наше поведение, в наше тело. Психи — это душа, и сома — это тело. Вот психосоматика. Немножко о каждой книге. Да, первую книгу я написала, вот она здесь, желтенькая, представлена, «Когда болеет тело, а причины в душе». Это базовая книга, которая вводит читателя вообще в этот мир, объясняет источники, откуда эти знания появились. И в первую очередь, конечно, кроме других авторов, я упоминаю доктора Хаммера. Был такой немецкий врач, хирург, исследователь. Он там запатентовал множество изобретений. И в какой-то момент он увидел на томограммах мозга, он увидел, на компьютерных томограммах мозга, он увидел, что есть определенная связь между симптомом человека и тому, как выглядит его мозг, и определенные такие расходящиеся линии в виде таких кружочков, такие как их называют очаги Хаммера, такие как будто бы на фотографии расплываются какие-то волны на воде, вот что-то такое. И он заметил, что это не проблемы самого материала в фотографии, а это повторяется, повторяется. И он начал связывать участки мозга, где есть вот эти расходящиеся круги, то есть очаги напряжения, по сути. И на томограмме мозга это было видно. И он связывал симптоматику больного человека и начал постепенно-постепенно убеждаться в своей правоте, потому что он начинал разговаривать с человеком об определенных причинах этого состояния его, и он понял, что есть взаимосвязь. Он вывел таблицы, целые таблицы, по которым мы вот и работаем. Современная психосоматика, она основывается на этих таблицах доктора Хаммера. И если еще пойти глубже, то основой психосоматики по Хаммеру является эмбриология. То есть эмбриология то, как мы развиваемся еще в утробе матери, когда мы эмбрион. И вот эмбрион развивается из разных эмбриональных листков. Соответственно, каждый листок отвечает за определенные виды конфликтов, биологические конфликты, потому что в первую очередь Хаммер, он был врачом, и он не изучал психологию, он даже как бы всегда говорил, мы переживаем в первую очередь биологические конфликты, не психологические конфликты. Ну, это спорное заявление, но тем не менее мы всегда, мы психологи, психосоматологи, должны иметь это в виду. То есть человек приходит с головной болью, или с паническими атаками, или еще что-то, но мы должны смотреть на биологию. В каком биологическом состоянии находится этот человек? Его возраст, его репродуктивная функция, гормональный статус. Только после этого, изучив и поняв эту основу биологическую этого человека конкретного, мы можем переходить к гипотезам, что с ним происходит. И вот Хаммер связал эти вещи и четко объяснил в таблицах. Ну, что-то типа таблицы Менделеева, вот таблицы Хаммера. Конечно, нужна определенная подготовка, чтобы в эту информацию вникнуть, потому что это, как я говорила, целый мир. Это очень точно работает, очень понятно. И это не эмпирический опыт, как вот говорил коллега, что вот это вот болит от гнева. Нет, это эмпирический опыт других авторов, которые больше из наблюдений выводили такие связи. Хаммер же и делал исследования на конкретных пациентах. Собственно, первая книга, она об этом. И рассказывает вот об этих четырех видов конфликта, потому что четыре эмприональных листка, ну, по сути, они три, но один делится на старый и новый мезодерму, энтодерма, мезодерма и эктодерма. Вот эти листки, из них создаются все наши органы и ткани. И, соответственно, если, например, желудок, он создаётся из разных тканей, но в том числе из эктодермы. Малая кривизная желудка создаётся из эктодермы, из этого листка. Соответственно, когда у нас язва желудка, потому что она именно происходит в малой кривизне желудка, язва желудка у нас отвечает за конфликты, за которые отвечает эктодерма, которая создала эту часть тела. И конфликты эктодермы – это конфликты отношений, конфликты территориальные, потому что это самые современные конфликты, как бы большинство конфликтов в нашей жизни мы переживаем именно территориальные, потому что в таком в обществе более-менее уже развито, цивилизованно. Собственно, поэтому важно знать, какой орган страдает, где симптом. Поэтому важна диагностика, заключение врача, который сказал, например, рак молочной железы, интродуктальный – это одно. Есть еще множество раков, которые совершенно по-другому описаны. Это другие ткани, другие, соответственно, эмбриональные листки и другие конфликты. Поэтому нельзя все записать в одну. Но, тем не менее, в медицине это происходит. В медицине такой подход. И поэтому, к сожалению, медицина в состоянии зачастую убрать симптомы, ослабить их влияние на весь организм, но причину так и не находит. То есть не искореняет причину, и поэтому рецидивы, поэтому повторяется тот же рак и так далее. Если говорить о таких уже серьезных проблемах. Вторая книга. Вторая книга. Вторая книга – это книга о следующем этапе обучения психосоматики и вообще развития психосоматики. Это следующий этап тоже развития теории Хаммера. И говорит о уже психиатрии. То есть когда человек испытывает какой-то конфликт длительное время, обычно мозг какое-то время пытается этот конфликт пережить, выйти из него, разрешить его. Поэтому вот этот, собственно, очаг Хаммера, виден на томограмме мозга. Соответственно, этот очаг, он влияет на определенный орган. То есть мозг же управляет всеми органами. Соответственно, в этом органе идут какие-то изменения. Если мы находим причину, то эти изменения обратимы. Ну, в зависимости от стадии изменений, да, в большей мере они обратимы. Ну, не знаю, в какой мере, больше, не больше. Но если стадия соответствующая, то эти процессы обратимы. И, соответственно, достаточно определить конфликт, его разрешить, с ним разобраться. И тогда происходит обратимость симптомов без каких-либо вмешательств. Если таких конфликтов много, то есть человека, там, и проблемы с родителями, и проблемы с детьми, и проблемы на работе, и, там, не знаю, в долги залез, и, там, квартиру отнимают. То есть это разные функции. Кошмары вообще. Да, 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 одновременно. Особенно, когда это происходит одновременно, да, вот в таких ситуациях, да, чтобы мы понимали, в каком состоянии находятся, например, люди, оказавшиеся на улице, да, вот без определенного места жительства. И этому положению дел в их жизни предшествовала вот такая ситуация. То есть когда множество конфликтов одновременно, они бьют по разным полушариям мозга, их несколько, и они входят в определенную такую как связку между собой. Почему? Потому что если они будут бить по органам, скорее всего, этот человек умрет от силы конфликта, потому что органы эти не выдержат, да, не выдержат такого напряжения. А если эти конфликты как бы на уровне мозга находят друг с другом вот это напряжение, оно определенному, это констелляция так называется, да, они остаются на уровне разума, да, на уровне мозга и разума, то это психическое отклонение. То есть природа говорит, вернее, лучше сумасшедший, но живой, чем мёртвый. И таким образом люди из каких-то пограничных ещё состояний психики, они попадают в психотические состояния психики. Это вот самая тяжёлая шизофрения, аутизм какой-то такой уже вот прям сильный, биполярное расстройство личности, ну и так далее. Те состояния, когда, психические состояния, это когда людям нужна помощь. Они об этом уже не просят, но она им нужна, потому что они опасны для самих себя и опасны для окружающих. Ну там маньяки какие-нибудь, да, вот это всё об этом. Почему? Потому что есть определённые вот множественные конфликты мозга, которые уже не бьют по телу, они обычно здоровы, да, в психиатрических клиниках мы видим здоровых людей физически, да, то есть у них органы в порядке, но у них изменяется поведение, изменяется восприятие мира, всё идёт на уровне уже психики, да. То есть определённым образом ещё говорят, что душа как будто выходит из тела, ну часть её, да, часть вот души, разума, и остаётся вот другая, да, другая часть, которая работает вот как работает, да. И в таком изменённом состоянии люди попадают в психиатрические больницы. Ну или вот на улицу, да, опять же мы видим людей, да, без определённого места жительства. Вот то же самое. Это люди, которые долго находились в таких конфликтах, одновременных в своей жизни, и они в какой-то момент вот начали воспринимать мир по-другому. Они сказали, ну не работаю, ну не буду этот вот, и всё, и всё покатилось. И ничего не буду. Да, да, ничего не буду делать. Слишком много проблем, ничего делать не буду. Вот. Хорошо. Мария, расскажите, а наши страхи и обиды во что могут вылиться вообще? Ну, это эмоции, страх и обида, это наши эмоции, притом базовые, особенно если мы говорим о страхе, да, без эмоций страха, ну нет человека, и она нужна для определённого выживания, да, то есть если мы ничего не боимся, ну пойдём там на красный свет, машина нас собьёт, да. Эволюционно мозг, и это определённая часть мозга, да, это рептильный мозг, это вот ствол головного мозга, он отвечает за эти функции, за выживательные функции, и они работают автоматически. То есть он не ждёт, когда наша кора головного мозга сообразит, да, вот скорость этого автомобиля, превышает мою скорость там в 10 раз, я, скорее всего, не успею перейти, он меня собьёт. Это вот кора. А рептилийный мозг просто отскакивает, да, отпрыгивает и пасает таким образом нашу жизнь. Поэтому страх, он необходим, он работает, и мы ничего с ним не можем сделать. То есть это нужная функция. Но в современном мире большинство наших страхов, они невыживательные, они надуманные. Есть, конечно, страхи о выживании, ну вот у того же человека, оказавшегося без места жительства, но в большинстве своём у людей страхи не связаны с выживанием, поэтому вот эта рефлекторная реакция не включается. Эти страхи начинают влиять на другие органы, и поэтому с ними нужно работать однозначно, да, вот эти страхи мы рассматриваем. Ну и один из способов, возможностей работы со страхами, потому что был такой вопрос, например, да, если есть что-то, что вы чувствуете, вот вы боитесь, ну, вы понимаете разумом, вы понимаете, что вы не умрёте от этого, да, но вы, все не менее, переживаете, вы нервничаете. В первую очередь вы должны дышать, то есть осознанно дышать, обратить внимание на ваше дыхание. Если вы чувствуете переживание страха, тревожности, какое-то сердцебиение ускоренное, там, покраснение, там, задыхаетесь, вот, вот как раз нужно начать дышать, то есть вы дышите глубоко. Ну, вдох, например, на 4 счёта, выдох на 8. Вот такой длинный выдох, превышающий в 2 раза вдох, он сразу же запускает парасимпатику, то есть расслабление, да, системы торможения нашего организма. То есть на уровне тела мы говорим, всё хорошо, я могу дышать спокойно. Мы говорим своему телу, собственно, да, и таким образом мы его сразу же приводим, ну, буквально там за минуту-две, вот, поэкспериментируйте, вы успокойтесь. Вот тревожность, она начнёт сразу же спадать, потому что наша тревожность, опять же, надуманные вещи, да, мы как будто бы уходим из тела, мы не чувствуем тела, и мы там, в этих беспокойствах. А тело, оно, как наш преданный питомец, оно очень наивное, очень доброе, оно верит всему, вот как ребёнок, да, или как питомец, как кошка наша, собачка. Оно реагирует, так скажем, в лоб, да. Если мы думаем о чём-то беспокойном, оно тоже начинает беспокоиться автоматически. Хотя мы где-то своим разумом-то понимаем, что, ну, хорошо, ну, опоздал, да, ну вот, всё, но это же не смертельно, да. Есть решение этому вопросу, но вот эта тревожность и паника, её важно на уровне тела сначала успокоить, и затем, или с помощью терапевта, ну, психолог не может сказать, идите, не нервничайте. Это, конечно, ну, это невыполненная работа, да, по сути, платить ему не за что тогда, да. Вот. В терапии мы работаем разных много методов. Один из них вы можете себе самостоятельно, да, задавать вопросы. Ну, хорошо, и что самое страшное, что произойдёт в результате этого, и дальше. И из-за этого, что самое страшное, что произойдёт, ответ. И из-за этого, что... И так, таким образом, ну, довести до абсурда практически эту ситуацию, вот. И что мы делаем? Это мы как будто бы увеличительным стеклом приближаем этот страх, мы его осознаём, мы его рассматриваем с разных сторон, и мы его, ну, как бы... Страшен тот, кого ты не знаешь, не видишь в лицо. А когда ты его видишь в лицо, и ты понимаешь, что, ну, это, там, я не знаю, я у кого-то научился этому, да. Вот кто-то переживал когда-то, и я вот взял эту идею. А сейчас, ну, мне совершенно не страшно, на самом деле, по этому поводу. У меня множество ресурсов для того, чтобы справиться с этой ситуацией. И страх рассеивается. Это один из них, да, один из методов самостоятельной помощи. Вот. Обиды. Да, обиды. Здесь важно понимать, что эмоция обиды — это такая эмоция, которая в первую очередь разрушает нас самих. И выбирать для себя вообще, нужно нам это или нет. Потому что люди ведут себя так, как им удобно, как им полезно, как им нужно. И если мы обижаемся на их поведение, ну, значит, мы ожидали чего-то большего или чего-то другого, и вот у нас вот эта дельта, да, разница между желаемым и действительным, она нас обижает, да. Но это же наше восприятие, да, вот мы чего-то желали, а получили не то, что желали, обиделись. Вот это вот, вот это всё, это наша надуманная вот идея, от которой мы же и страдаем. Мы, да, в первую очередь. То есть человек, на которого обиделись, он может, конечно, что-то почувствовать, но в первую очередь страдаем мы. И здесь одно из упражнений возможных, да, из методов. Мы, нам важно встретиться с нашим маленьким ребёнком внутренним. Потому что обычно мы чувствовали себя обиженными, да, и вот задетыми, никогда мы были маленькие, беззащитные, слабые. Вот. И это несложно. Это реально несложно. Мы представляем себе в этот момент, когда чувствуем обиду или чувствуем вот это напряжение или недовольство кем-то, мы вспоминаем, представляем себе себя маленького или маленькую. Да, и вдруг возникнет какой-то образ или придёт какой-то звук, воспоминание, что-то вот из сенсорных источников, к нам придёт какая-то информация. И вот там, конечно, ну, проще, когда мы представляем, да, когда это образ. И там нам нужно вот сами с собой повзаимодействовать с маленьким собой, да. То есть это маленькая девочка, которая, например, плачет, потому что когда-то там папа повёл себя каким-то таким косвенно подобным образом, да, или там мама, или брат, или кто-то ещё, или учитель. И вот это очень похожая ситуация. Просто сейчас, когда мы уже выросли, да, эта маленькая девочка говорит, а-а-а, я до сих пор об этом плачу. Давай-ка, обрати на меня внимание, успокой меня. И для психики нет разницы, происходит это в реальном мире или в виртуальном, ну, вот в нашем воображении, да. Почему вот важно как бы всё, что мы смотрим с экранов телевизора, ну, и так далее. Потому что это всё становится... Для нас это реально. Для нашей психики это реально. Вот, поэтому мы просто вот помогаем себе так. Разговор с внутренним ребёнком. И в этот момент сразу же приходит облегчение. И это напряжение спадает. И эта часть, вот этот маленький такой вот, ну, как мы говорим, это часть психики, которая превратилась в кусочек льда. И мы её растапливаем, и вот энергия этого льда, она возвращается в общее русло нашей энергии, нашего организма. То есть мы становимся сильнее, мы взрослеем. То есть эта часть уже перестает быть детской, она становится, ну, по крайней мере, подростковой. Потом, может, ещё постарше. И становится взрослой частью. Финансовые проблемы как могут отразиться на нас? Тут зависит, как мы их воспринимаем. Кошмар вообще полнейший. Вот. Вот, вот, вот. Значит, это для нас конфликт. То есть финансовые проблемы, конфликт. Ну, у всех людей по-разному, да. То есть если мы воспринимаем это как кошмар, конец света, вообще просто вот всё, конфликт выживания. То есть люди могут воспринимать финансовые проблемы, типа, там, не знаю, меня не повысили в этом году. Всё, да. И у человека ужас, депрессия. И у него... А тело-то воспринимает всё буквально в лоб. Тело такое... Да, мы же умрём с голоду, да. Вот не повысили конец света, да. То есть как бы вот как человек это воспринимает и как переживает. И если это выживательный конфликт, то будут очень серьёзные проблемы, да, со здоровьем. То есть себя нельзя запугивать, себя нельзя... Себе даже нельзя говорить там, а, всё, кошмар, там, конец... Нельзя этого делать, потому что тело всё воспринимает. То есть вот этот наш диалог самим собой, самим собой, он приводит вот к конкретным результатам. Мы потом забываем, что мы там себе наговорили, себя там на это накачали страхами, ахами. А тело уже вот живёт в этом напряжении. Это напряжение, оно осталось, и мы, если мы там не пошли, там, спортом не позанимались, не сбросили это напряжение, там, не потанцевали, не прокричались, то оно осталось в теле. И оно где-то найдёт выход. Или укрепится где-то. Это будет определённый там рост каких-то тканей или ещё что-то. То есть вот так внимательно к своей энергии. Важно относиться. Нельзя говорить, да, что кошмар всё. Нельзя. Никогда себя нельзя пугать. А психосоматика в семейных отношениях? Расскажите о нюансах. Ну, это высший пилотаж, так скажем. В отношениях это вообще следующая степень сложности. В первую очередь мы хотя бы научились бы вот сами с собой, да, вот управлять, там, себя поддерживать, себя защищать, себя настраивать, да, себя любить, холить, лелеять. Вот когда мы к себе это умеем, да, тогда нам проще в отношениях, потому что это ещё не только себя, ещё кого-то, да, любить. Ну, по-настоящему, если любить. Да, если это не какой-то там брак по расчёту и так далее. Так вот, это уже вот для меня это высший пилотаж. И когда человек, вот, как говорят, легко быть в дзене, когда ты один. Это достаточно легко, потому что ты сам с собой, и ты разбираешься в себе, ты себя принимаешь постепенно, там, всё больше и больше, и ты, ну, развиваешься, конечно. Конечно, но когда ты в паре, ты развиваешься гораздо более интенсивно, зачастую через, там, удары жизни, да, как мы их называем, да. Ну, то есть это высший пилотаж. Поэтому, соответственно, если мы говорим о отношениях двух взрослых людей, да, очень много, например, есть проекций своих собственных, незрелых частей личности на партнёра. То есть мы ищем не партнёра, а вот того папу, которого не хватило, или маму, которая была, а вот теперь нам важно чувствовать тоже вот это отношение. Поэтому такие, получается, не партнёрские, а детско-родительские отношения между взрослыми людьми, которые в определённый момент надоедают, потому что это не об этом, да, было задумано, да, изначально. Вот, но приходишь к этому. И тут очень тонкая грань, поэтому важно себе быть таким полноценным родителем для того, чтобы не искать родителя в своей паре, не проецировать на него эти потребности, незакрытые, да, закрывать их сам. Вот так вот, разговаривая с внутренним ребёнком, давая себе там, не знаю, может быть, когда-то... У меня был случай, ну, очень серьёзный, я даже писала в книге, в какой, да, во второй, по-моему, книге, да, вот про сумасшествие, о кокаинозависимом мужчине, который... Вот, ну, много было, конечно, конфликтов в его жизни, но вот один из конфликтов был, что он, когда он был маленький, ему не купили яйцо киндер. Вот его не купили. Он так его хотел, его не купили. И он очень страдал из-за этого. И вот, и когда мы пришли в терапию к этому моменту, я говорю, представь, что ты покупаешь, там, не знаю, в магазин этих яиц, киндер, ты там, вот этому своему маленькому ребёнку, который там страдал, ты ему даёшь то, чем ему не хватило. И у него было вот это вот... Если я что-то хочу, оно должно быть сразу, да, и вот, и поэтому зависимость. Потому что, если нужно подождать, сразу такая сильная тревожность, напряжение, ну, и, соответственно, как снять наркотики, или как, ну, вот, изменяет состояние своей психики, да, потому что любая зависимость это изменённая работа мозга. Через токсические вещества мы меняем нашу работу мозга для чего? Для того, чтобы воспринимать мир по-другому. Потому что, воспринимая его напрямую, нам больно, там, неприятно, страшно, обидно. То есть, фактически, вы хотите сказать, что все зависимости, алкогольная зависимость тоже, Юлия, а как её побеждать по итогам? Ну, вот, там есть, конечно, некоторые нюансы, да, то есть, здесь особенностью алкогольная, наркотическая тоже, в наркотиках тоже разный, ведь наркотиков тоже имеет свои особенности. Если говорить об алкогольной, то здесь важно, в принципе, развивать эмоциональную грамотность у этого человека, то есть, ему, её, не, ну, никому, её из нас вот ныне, вот, в нашем возрасте не преподавали, мы не знали об этих знаниях, да, что есть вот эмоциональный мир, что там учёные насчитывают около двух тысяч разных оттенков эмоций, да, нам бы хотя бы, там, пять их назвать, там, десять максимум, а есть две тысячи. То есть, понимаете, да, то есть, это как музыкальный инструмент, о котором мы ничего не знаем, но он на нас постоянно влияет, он внутри нас, он не звучит, потому что мы на нём не играем, мы не знаем ноты, а мы знаем, там, одну, до, плохая эмоция, до одной октавы, до другой октавы, хорошая эмоция, вот две, да, приходят на консультацию люди и говорят, ну, вот, а что ты чувствуешь? Мне плохо. Вот, какая у тебя эмоция плохая или, там, хорошая, всё. Не могут назвать, как конкретно это плохо. Ну, да, это, наверное, самая распространённая. Ты как, плохо? Плохо. Плохо. О чём это? Плохо мне. Это ни о чём, да, это непонятно, это неконкретно, это не точно. То есть... А? В том числе, конечно. Потому что им плохо, они не поймут, почему, не могут разобраться и, соответственно, найти причину, и, соответственно, её устранить, эту причину. Просто плохо. Плохо, как было плохо в детстве, плохо, как было, когда, там, не знаю, из армии выгнали, или плохо, когда было, там, ещё что-то плохо. Там, всё, плохо. Мне плохо опять, и я не знаю, что с этим делать, потому что просто не знаю, просто меня не учили. И у мужчин, к сожалению... Женщины мы более эмоциональные существа, да, мы испытываем больше такой спектр эмоций, чаще его, и нас так не ограничивали с детства, да, в выражении наших эмоций. Поэтому нам проще, да, с эмоциональной грамотностью разобраться её, как бы, нарастить эти мышцы, да. Мужчинам немножко сложнее, поэтому алкоголизм чаще у мужчин. А детская психосоматика и будущая болезнь, какая в них связь? Да. Вот детская психосоматика, это моя третья книга, любимейшая, потому что, ну, это и личный опыт, там много всего, то есть там не столько, там много тоже теорий, но эта теория через меня прошедшая, через мою жизнь, моё материнство. Детская психосоматика, конечно, вот если говорить так кратко, то до семи лет это состояние родителей, потому что ребёнок это сумма двух энергий, да, и, соответственно, ребёнок, он зависит полностью от этих энергий. Пока он находится в симбиозе, да, вот до семи лет, это симбиоз сначала физически в животе матери, да, потом рождается, немножко этот симбиоз уже разделяются они. До года это как бы донашивание, то есть это очень сильный и физический симбиоз, и эмоциональный, естественно, да. То есть ребёнок не проживает свои эмоции, он проживает эмоции мамы. У него нет ещё своей сформированной такой эмоциональной жизни, потому что, ну, как бы всё, весь мир через маму, да, всё, я всё вижу, всё чувствую через маму. Вот. И где-то к семи годам только ребёнок более или менее уже завершает этот этап, выходит из этого симбиоза с мамой, и здесь важен папа для того, чтобы научить и ввести вот в такой социальный мир, который вот в первую очередь это школа, да, называется школа. Из семи до двенадцати, четырнадцати лет где-то идёт интенсивное рациональное умственное развитие, то есть разум развивается. Если от зачатия до семи это больше эмоциональное развитие и двигательное развитие, то есть телесное, то потом это развитие умственное в школе. А будущие болезни? Вот. Будущие болезни. До семи лет вот всё, что мама с папой, окружающие люди, которые, собственно, влияли на ребёнка, всё, что они заложили, всё это является... Ну, вообще это гипноз, да, по большому счёту, ежедневный, дежедневный гипноз, да, и ребёнок под влиянием этого гипноза убеждён в определённых вещах, когда он вырастает. И он просто о них даже не задумывается. Он просто так живёт, да, вот он просто так чувствует, так, не знаю, кушает, так спит, так одевается. Воспитанием мы это называем, наверное. Да, мы называем это воспитанием, но, по сути, это гипноз. Вот. И когда мы вырастаем, если мы сознательно не пересмотрели эти вещи, да, вот всё, что в нас заложили, на предмет вообще полезности, современности, потому что это там было 20 лет назад, 30 лет назад, 40 лет назад, а сейчас мне это полезно, вот там доедать всё, да, из тарелки до конца, да, ну, как вот учат, да, родители. Тарелка должна остаться пустой. А сейчас мне это полезно, я ж потом не сброшу эти лишние килограммы, да, если там в ресторане подают большие порции, да. Вот. То есть всё это важно пересмотреть, потому что это как раз вот те программы, которые нас определяют, наше здоровье. Ну, если совсем по этапам разделить, так поподробнее пойду, ну, в книге это описано подробно, в зелёной книге, в моей детской психосоматики, это период еще за год до зачатия уже начинает влиять на будущее, на будущее каждого из нас. За год до нашего зачатия. Почему? Потому что папа с мамой встречаются, общаются, решают, хотят ребёнка, не хотят ребёнка, желанный он будет, нежеланный, там, залёт или ещё что-то. То есть все эти вещи ещё до зачатия уже влияют на нас, отношения наших родителей между собой. То есть какой целью вообще нас зачали? Затем беременность, естественно, да, это, ну, об этом, по крайней мере, мы знаем, да, и исторически беременных женщин берегут, оберегают, дают им больше возможностей, отдыха, всё, по крайней мере, в нашем обществе, слава богу, это так. Где-то там в других странах, там вообще нет академии, этого декретного отпуска. Вот, ну, то есть я не согласна с этим совершенно, потому что это самый деликатный вот период для женщины. Это когда она беременна, когда она рожает, и у неё вот ребёнок первый год жизни. Всё, что переживает мама во время беременности, впечатывается в мозг ребёнка. Но он ещё не в состоянии на это адекватно реагировать, потому что у него не сформирован мозг, он формируется ещё до 25 лет, да. Вот, но там, в утробе матери, он просто, если мама тревожится, он просто родится тревожным ребёнком. И будет непонятно откуда, вот, да, вроде как всё вокруг хорошо. Но мама тревожилась, там, не знаю, папу там, не знаю, куда-то ему пришлось уехать, да, или ещё что-то. И она вот одна переживала. Родится тревожный ребёнок. Далее, роды. Какие были роды? Какое было родовспоможение? Какие? Это очень важно. Это вообще самое большое достижение всех нас, это вот родиться. Это действительно очень большое испытание, да, начать эту жизнь вот здесь уже. И всё, что происходит до года, это самый деликатный период для психики будущего человека. Если в этот период были какие-то очень сильные стрессы, травмы, там, конфликты у мамы с папой или просто у неё, если, там, не знаю, там, ну, очень какие-то серьёзные напряжения она переживала, то этот ребёнок, скорее всего, имеет тенденцию к психотическим состояниям. То есть, когда он подрастёт, особенно это активизируется в подростковом возрасте, потому что запускаются определённые гормональные процессы, которые усиливают это состояние. То есть он уже с тех пор живёт в напряжении, да, то есть вот этих очков хаммера у него уже много. Да, они просто живут с ним, и вот он это напряжение несёт через всё своё детство. Но когда запускаются ещё и гормональные процессы, когда репродуктивные функции начинают настраиваться у человека, его психика может не выдержать этих коктейлей, потому что это реально гормональный коктейль, да, мозг работает, начинает работать по-другому, всё меняется. Вообще подростковый период очень сложный период для всех, один из самых сложных. Вот в тот момент этот ребёнок может стать шизофреником, может стать, там, не знаю, агрессивно таким вот неуправляемым, социопатом, ну и так далее. Если стрессы и сложности, которые переживала мама, это между годом и тремя, четырьмя годами жизни, то здесь мы... Это тоже очень деликатный период психики ребёнка, но чуть-чуть она крепла, да, и он, скорее всего, будет находиться в пограничном состоянии между невротическими и психотическими. Это вот пограничные состояния. Зависимости начинаются в пограничном состоянии, да, вот в таких пограничных состояниях. И мы, соответственно, сразу смотрим на детство, да, вот этот период до трёх-четырёх лет. Всё, что старше, это невротизм. Это те состояния, когда люди просят о помощи, они понимают, что с ними что-то не так, и они идут и просят профессионалов о помощи, или там подруг, друзей, родителей. Вот это таким образом связано. Ну, большинство из нас невротики, 95% населения, остальные... Ну, то есть здоровых таких вот людей психически, их очень мало, очень маленький процент. Практически нет, да, можно сказать, что нет, и мы их редко встречаем. Но, конечно, над неврозами работать намного легче, и ты можешь там проходить тренинги какие-то, консультации периодически, и постепенно себя укреплять. Интересный вопрос, выливающийся, судя по всему, без предыдущего. Это влияние детского опыта на отношения во взрослом возрасте в паре. И как это проявляется в самых распространенных случаях? Ну, я немножко упомянула об этом, да? Это вот как раз, когда мы недополучили до года, самое главное, это физическая близость матери, тактильный контакт, да? Вот если его не хватило, то есть там в ясли бегом, да? Там грудью не кормим, еще что-то. Вот это нехватка тактильного контакта, контакта именно физического. Ну, это не мама. Ну, 9 месяцев... Ну, тактильный контакт, все равно. Да, это как-то смягчает ситуацию, но это не то, потому что все равно разрыв с матерью, это большой стресс. Младенец, он живет интуитивно, запахами, да, вот ощущениями. Он помнит запах мамы, он помнит ее звук голоса, он помнит это. И тут другая женщина, да? Конечно, это лучше, чем ничего. Но это как приемный ребенок. Это как приемный ребенок, понимаете? То есть приемных детей, ну, вот которых совсем прямо дают, да, у них очень серьезная травма. Они зачастую потом вот не знают, кто они, для чего они, что они. То есть это тоже путь вот к психотическим состояниям. Да, я перебью. Продолжайте там. Вот, как у Пушкина. Да, ну, он, да, он действительно был в измененных состояниях сознания, когда он писал эти шедевры, потому что это реально вот шедевральные такие вещи, которые, скажем так, 37 годам создать такое, это надо быть действительно вот в том каком-то состоянии, не здесь сейчас. Да, я перебил от вопроса детского опыта во взрослом возрасте в паре. Вот, и в паре, собственно, все то, что мы недополучили, если недополучили физический контакт, значит, мы будем искать этот физический контакт в паре, да, и мы будем постоянно, да, проецировать его, там, не знаю, женщин с большой грудью, почему нравится, да. Потому что многим не хватило этой груди, вот, мужчинам, просто в детстве вот маминой груди не хватило, потому что грудь, это, ну, это вот, это жизнь дающая. Вообще грудь, она как бы не сексуального назначения, а именно выкармливания ребенка. Понимаете, когда ребенку этого не хватило, да, в свое время, вот он будет искать что-то подобное в будущем возрасте, ну, бессознательно. Это ему будет важно. Вот. Это физический контакт. Далее у нас эмоциональный, да, эмоциональная ведущая деятельность до семи лет. Соответственно, если не научили разбираться в эмоциях, как они называются, как с ними вообще взаимодействовать, как с этой энергией, как в другом их виде, да, то есть эмпатия. Если не развили эмпатию ребенка, то он, естественно, и в отношениях он будет холоден, он не будет чувствовать то, что происходит с партнером, да, то есть там до него не достучишься, что говорится, да. Вот, он будет, потому что он сам в себе не разобрался, он не поймет, что с ним происходит, он боится того, что с ним происходит, то, что он чувствует, как он может понять другого и вообще как-то эмпатизировать. Ну и дальше рациональный контакт. Ну, это, конечно, уровень интеллекта. Если интеллект не развит, интеллект — это наше видовое отличие, это самое главное наше отличие от других млекопитающих. И, конечно, это самое главное в выборе пары. Бессознательно выбираем пару по интеллекту, потому что это гарантии наилучшего воспроизведения наших генов, потому что без интеллекта человек никуда. И если интеллект не был достаточно развит от 7 до 12, 14, то это будет, соответственно, влиять на возможности выбора пары, то есть будет сложно. И вы еще касались вопросов зависимости и зависимости. Самые яркие примеры из вашей практики. Расскажите, пожалуйста. Я рассказывала об этом парне. Ну и, собственно, когда я с ним работала, мне стало понятным, почему это так страшно, зависимость. Потому что самое страшное во всем этом — это стимуляция мозга, гиперстимуляция мозга. Это то, что мозг, попробовав какой-то вот такой токсик, который его вводит в определенное очень сильное состояние, там, эйфорическое или еще какое-то, или наоборот, блаженно расслабленное, но это гиперсильное состояние. После этого человек ищет этих состояний. Ему наша нормальная жизнь кажется пресной. Он в ней не чувствует радости. То есть вот почему важно не гиперстимулировать себя никогда и объяснять это детям, потому что, к сожалению, одного раза достаточно бывает. И очень сложно было. Ну, это, конечно, вот эти поиск сильных ощущений, сильных переживаний в жизни, он может быть и в плюс, если это направить, например, на бизнес, на какие-то дела. То есть этому человеку все эти сложности, перепитии будут казаться, наоборот, веселым развлечением, да, и этого он будет искать. То есть если так направить энергию, то это может быть как-то канализировано. А если же нет, то это будет разрушать человека. Ну, есть другие виды зависимости. Кстати, это интересно, да, есть же зависимости не только от каких-то веществ, да, алкоголя или что-то еще, есть же зависимость еще, ну, от телефона, например. Да, да, да. Да, зависимость от гаджетов особенно сильно влияет на детей. Почему? Потому что детская психика еще не сформировалась. И дети еще не умеют регулировать свое внимание. А в гаджетах там же очень умные люди сидят, там, в Силиконовой долине, они же знают, как зацепить внимание ребенка и не отпускать его. То есть все эти мелькающие кадры, сменяющиеся, да, это же вызывает любопытство, ты же не можешь оторваться, потому что там что-то уже поменялось. Это же не спокойное течение. Вот вы сидите, меня видите, это такая картинка достаточно стабильная. И вы даже расслабляетесь. У ребенка нет, у ребенка она все мелькает. И поэтому дети впадают в эту зависимость очень быстро. И чем младше ребенок, которому дали гаджет в руки, тем хуже. Потом это такая расторможенность, это такое состояние у ребенка, гиперактивности и дефицита внимания, что вот лучше не начинать. Не зря создатели гаджетов, они своим детям до 14 лет вообще не покупали эти гаджеты. То есть у них не было. Они не пользовались. А во взрослом возрасте, мы про детей поговорили, про гаджеты, а во взрослом возрасте, а если взрослый мужчина, детина, сидит и играет в игрушки за компьютером, он же тоже зависит. Вот это его... Почему? Что с этим делать? Это как раз его внутренний ребенок этим занимается. То есть это просто вот тогда не хватило игрушек, да? Да. Просто тогда не хватило игрушек, не хватило... Или тогда привык к этому и уже не может отвыкнуть. То есть это работает с этим внутренним ребенком, с этой частью личности. Он, конечно, не весь такой, но какая-то часть... Есть и весь такой. И, может быть, да. Большая часть личности, она вот зависла в том возрасте и в том состоянии эмоциональной вот этой неустойчивости, нестабильности и потребности в постоянной стимуляции. Вот просто вот так работаем. Ну что ж, тогда большое спасибо Марии, что приехали, нас посетили и всем до свидания. Долгожданное продолжение книги Александра Артамонова «Бесправо на возвращение. Дорога домой». Приобретайте во всех магазинах страны. Мы отчимаем во всех тайны. Здесь есть телефон maybe. Продолжение следует...